Здравствуйте! Это новости Катунь-24. В студии Алиса Роженцова. Смотрите в выпуске. Как рыба в воде, затраты рыбоводческих хозяйств в крае теперь будут возмещаться. Поверить в себя за полтора часа. Впервые в Новосибирске с мотивационным шоу выступил Ник Вуйчич. Алтай-Баскет провели серию домашних игр в рамках Суперлиги-2. Прервали ли подопечные Ромульда Сапетрониса серию из трех поражений подряд? Теперь будут чувствовать себя, как рыба в воде. Новый вид господдержки скоро смогут получать рыбоводческие хозяйства региона. Как это будет способствовать развитию отрасли в крае, расскажет Вадим Слюсарев. Они разводят рыбу в искусственных условиях. Заводским способом хозяйство «Маяк» выращивает рыбопосадочный материал. Такая практика уникальна для Сибири. Но разведение рыб на этом производстве сейчас нерентабельно, признается директор хозяйства Геннадий Снежко. Большая часть продукции уходит за пределы Алтайского края. Для развития нужна финансовая поддержка, которой у «Маяка» нет. Вот и смотрят на другие регионы с завистью. У них есть поддержка. То есть на приобретенный рыбопосадочный материал им дают компенсацию. Поэтому они едут к нам. У них производство рыбопосадочного материала, в Новосибирске есть, конечно, но недостаточно. В других регионах нет, но есть поддержка, которая стимулирует, чтобы они к нам приехали даже за 400-500 километров и купили рыбопосадочный материал. Возмещение затрат для хозяйства региона теперь предусмотрено в новой программе развития рыбохозяйственного комплекса Алтайского края. Программу разрабатывали несколько лет. Ее реализацию уже обсудили на совещании в Министерстве природных ресурсов и экологии региона. Она нацелена на рациональное использование и воспроизводство рыбных запасов. Главное достижение новой программы – возмещение рыбохозяйством 50% от общей суммы затрат. Также в программе забито то, что можно будет компенсировать часть затрат процентной ставки на приобретение оборудования, холодильных установок. Программа уже вступила в силу, и пользователи рыбохозяйственных комплексов могут отправить заявку на предоставление субсидий, в том числе и на покупку рыбопосадочного материала. И здесь можно взять пример соседних регионов и брать личинки рыб на алтайских хозяйствах, тем самым сделав рыбопроизводство края вновь рентабельным. Вадим Слюсарев, Анатолий Фукс. Новости. К другим темам. Храм из алтайского кедра появится в Японии. Сруб по проекту барнаульского архитектора Петра Анисифорова отправится в страну восходящего солнца в начале следующего года. Уже через несколько месяцев этот пока еще недостроенный сруб будет стоять на острове Кюсю в городе Мунаката. Церковь назовут в честь святителя Николая Японского. Храм строят в традиционном русском стиле с учетом японских традиций. Идея создания переплетена с историей любви русской девушки и японца. Он влюбился в нее, когда услышал пение красавицы. Ее мать сказала, что благословит молодых на брак, только если юноша примет православие. Он и захотел построить русскую деревянную церковь в Японии. Хотя мы так собирались перевести раньше, но законы деревянного зодчества диктуют следующее. Разбирать нельзя сруб. Если только разобрал, нужно в ближайшее время его и собрать. Иначе, если бревна долго будут лежать, влага, и потом их правильно не соберешь. Напомню, алтайский архитектор проектировал церковь Казанской иконы Божьей Матери в Оренбурге, часовню на месте гибели Михаила Евдокимова и храм Святой Троицы в Антарктиде. Его построили из Сибирской сосны, после чего перевезли на российскую антарктическую станцию Беллингаузер на острове Ватерлоу. Вот уже 13 лет здесь проходят венчание и обряды крещения. Более 10 миллионов рублей потратили на благоустройство бульвара имени Землянова в Новоалтайске. Так в регионе продолжается реализация проекта формирования комфортной городской среды. Бульвар Землянова – одно из самых популярных мест в Новоалтайске. В рамках проекта формирования комфортной городской среды здесь установили новые фонари с декоративными светильниками, благоустроили прилегающую территорию и высадили деревья и кустарники. Кроме этого, в Новоалтайске уже составили план проекта на 2018 год. Идея такова. Этот бульвар, чтобы он начинался отсюда и заканчивался у ДК АВЗ. У нас там есть мостик через речку. Хочется, чтобы это было самое привлекательное место. И хочется, чтобы здесь всегда были дети, мамы с колясками. Чтобы здесь было приятно, безопасно и удобно гулять. Напомню, проект формирования комфортной городской среды стартовал в Алтайском крае в 2017 году. За время его действия в регионе благоустроено около 300 новых дворов, 15 общественных территорий, а также 11 парков. На все виды работы с федеральной и региональной казны, муниципалитетов и собственников жилья выделено около 600 миллионов рублей. Итоги краевого губернаторского марафона «Поддержим ребенка» подведут в Алтайском крае. В этом году в рамках акции собрали рекордную сумму. Напомню, марафон стартовал в регионе в 2009 году по решению губернатора Александра Карлина и стал одним из самых масштабных совместных проектов власти и Российского детского фонда. За 8 лет в рамках марафона собрано 94,5 миллиона рублей. Деньги направляют на адресную помощь больным детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на сложные операции, курсы оздоровительной реабилитации. Глава попечительского совета марафона «Поддержим ребенка» Яков Шойхет отметил, в этом году помощь получили больше 2000 детей. Общее число их 2264. То есть такого количества нам за год не удавалось, конечно, еще оказать помощь. То есть оно живет. И самое интересное, что практически каждый день обычно мы собирали значимую сумму во время марафона. А вот марафон еще не состоялся, а уже 14,5 миллионов собрано. Прямую трансляцию отчетного концерта марафона смотрите завтра в эфире нашего телеканала. Начало в 11 часов. А вот как часто жители края принимают участие в подобных благотворительных акциях, и в целом насколько важно помогать тяжелобольным, мы узнали мнение барнаульцев. Это очень важно. Почему? Ну, потому что дети – это цветы жизни. Во-первых, раз. А во-вторых, если можно поддержать, почему он должен быть инвалидом на всю оставшуюся жизнь? Ну, я слышала, по новостям передавали, что можно вносить любую сумму, то есть неограниченная. Через телефон? Сами принимали в нем участие? Раз принимала, но это была моя знакомая. Сбор денег для детей с помощью народа – это актуально, потому что у каждого сердца есть частичка добра, поэтому добро побеждает зло, поэтому даже если кто-то, как говорится, смс пришлет с 10 рублями, это будет большая помощь. Поэтому пускай дети будут все здоровы. Людей воспитывает к доброте, что они становятся добрее. Дети – наше будущее. Как мы будем себя вести, так и дети будут в будущем расти, и такими же добрыми должны быть. Это всегда важно – помогать детям. Тем более, когда у них нет людей, которые рядом могут за них ответственность нести, почему бы нам всем остальным не помочь им? В Сибири впервые выступил известный спикер Ник Вуйчич. Мотивационное шоу видели более 5000 человек. Среди них была и наша съемочная группа, и телезрители «Катунь-24». Подробности далее. Без рук, без ног, без ограничений. Так говорит о себе Ник Вуйчич. Пожалуй, самый известный миллионер планеты. Два высших образования, своя благотворительная организация, красавица, жена и двое сыновей. Еще Ник занимается дайвингом, серфингом, прыгает с парашютом и пишет книги. Неудивительно, что именно этот человек назван мотиватором номер один в мире. Но сегодня я вас хочу вдохновить на то, чтобы вы мечтали безграничными масштабами. Никогда не сдавались. И находили всегда в себе силы продолжать двигаться вперед, когда вы проходите через американские горки жизни, через все подъемы и падения. Ник Вуйчич провел уже больше 3000 выступлений в 83 странах. Успешнее и счастливее стали как минимум 8 миллионов человек. В Новосибирске Ник впервые. Увидеть его в экспоцентр приехали около 5000 зрителей. Среди них и люди с ограниченными возможностями здоровья. Дети из Кемеровского интерната. Они попали на мотивационное шоу бесплатно. Нашлись неравнодушные меценаты. Увидеть Ник Вуйчича повезло и подписчикам социальных сетей телеканала «Катунь-24». Это победители конкурса репостов Николай Дружинин и Анна Неваева. А также Юлия Шутий. Она стала лучшей по итогам фотомарафона «В тебе уверены». Его мы организовали специально к приезду известного оратора. Тут суперская атмосфера. Очень большое количество народу. И такие эмоции, просто их невозможно выразить словами. Очень здорово. Потому что видеть Ника Вуйчича, это вообще, наверное, раз в жизни такой шанс предоставляется. На самом деле, это человек, который с большой буквы НИК. И хочется многого достигать точно так же, как он. Потому что это просто позитив, это мотивация, это круто. Тем более, как раз сейчас в планах развития бизнеса. Я думаю, что этот толчок к сегодняшней мотивационной встрече мне даст. И будет мега круто. Что-то взять для себя. Хочется тоже брать с него пример, достигать каких-то целей. Научиться верить в себя. Полтора часа Ника Вуйчич рассказывал свою историю и много шутил. Главный смысл выступления – заставить человека поверить в себя и в то, что каждый из нас особенный. Раньше в конце каждого шоу спикер обнимался со всеми желающими. Теперь, говорит, из-за проблем со спиной, может осилить не более 50 объятий за вечер. Обнять его и пообщаться лично удалось участникам закрытой пресс-конференции в экспоцентре. Там Ника рассказал о жене и дезях, поделился секретом, как побороть страхи и научиться прощать обидчиков. Я говорю, я люблю тебя. Я прощаю тебя. Обними меня. Он говорит, что? Я обнял его. Мы стали друзьями. Поэтому ты никогда не знаешь, к чему могут привести иногда ситуации. Но коммуницировать и общаться в данном случае не надо. В планах у Ника Вуйчича посетить Москву и Алматы, затем отправиться домой, к жене и детям. К слову, сейчас Каная Мияхара в ожидании девочек-близняшек. В скором времени Ник запустит онлайн-курсы, чтобы для мотивации не было временных и дистанционных границ. Анастасия Романова, Аджелика Киллер, Сергей Седых. Новости. Меньше месяца остается до открытия зимнего туристического сезона на Алтае. Традиционно его открывает праздник «Алтайская зимовка». Главное событие декабря пройдет в течение трех дней. Праздник пройдет в Алтайском крае в четвертый раз. Его готовят 6 городов и 12 районов Алтайского края. Традиционно главная площадка праздника – Барнаул. Всего запланировано более 60 мероприятий. 30 из них спортивно-развлекательные. Гостей праздника ждут новогодние гуляния, соревнования по сноуборду, экскурсии к месту зимовки лебедей, гонки на собачьих упряжках, фотосессии с собаками породы хаски и конкурсы. Кстати, о конкурсах. В преддверии праздника Алтай Турцентр разыгрывает сертификат на поездку на двух человек в заказник «Лебединый». Подробности розыгрыша ищите на нашем сайте и в социальных сетях. И о спорте. Алтай Баскет провел серию домашних игр в рамках Суперлиги 2. Соперником подопечных Румальдеса Петрониса стал Тобольский нефтехимик. Как прошли встречи и прервал ли Алтай Баскет серию из трех поражений подряд, узнаете далее. Сезон для обеих команд складывается неудачно. Перед субботней встречей Алтай Баскет и нефтехимик обосновались в подвале турнирной таблицы. На седьмом и шестом месте соответственно. Однако причины невыразительных выступлений разные. Алтай Баскет взял курс на омоложение состава, а у нефтехимика серьезные проблемы с ротацией. Так, в Барнаул приехало только 8 баскетболистов-таболиков. Поэтому в субботней встрече больших проблем у Алтай Баскета не возникло. Барнаульцы уверенно выиграли 99-84. Проиграли подбор очень сильно. То есть на своем счете позволили сопернику дополнительно делать атаки. Плюс было достаточно много потерь, невынужденных потерь. Но опять же, возможно, на фоне усталости, потому что скамейка очень короткая. И там 7-5 человек играть очень сложно. То есть вчера еще два игрока у нас получили травмы. И сегодня мы играли практически в пятером. Ответная встреча оказалась для наших баскетболистов гораздо сложнее. К большому перерыву подопечные Ромальдуса Петрониса уступали гостям 6 очков. Решающей стала концовка заключительной четверти, когда при счете 82-81 в пользу гостей игрок нефтехимика Алексей Точилин не забил два штрафных броска. В ответной атаке Алтай Баскет наказал соперника за расточительность. Волевую победу барнаульцам принес Василий Рыженко, который стал самым результативным игроком Алтай Баскета, набрав 21 очко. Вчера мы сразу были мобильны, полны желания. Сегодня было с этим похуже. Возможно, усыпила бдительность то, что у них два игрока травмировались. Думали, будет прогулка. Но опять же, заострил на это внимание. В концовке показалось, что у нас кое-что на месте все-таки. Играми с нефтехимиком Алтай Баскет завершил первый круг Суперлиги 2. Благодаря двум победам в серии барнаульцы поднялись в последней строчке турнирной таблицы и начнут второй круг в хорошем настроении 15 декабря домашними играми с Магнитогорским Динамо. Владислав Кириенко, Дмитрий Гладких, Роман Хайрулин. Новости. Вы смотрели новости на телеканале Катунь 24. Не переключайтесь.